здравствуйте все показываю вам наш урожай с индюшиных яиц сейчас все расскажу вот это у нас 20 штук здесь до 24 это голубая индюшка снесла это снесла красная но скорее всего они практически все пустые у нее не было кавалера не знаю что получится это может белый с ней этой бройлерный но она от него убегала не знаю надо смотреть инкубировать а это у нас уже белые сколько нанесли вот два таких лоточка яйца классные яйца крупные будем закладывать инкубатор скорее всего поэтому как раз проверим оплот какой оплот у белых индюков это мне больше всего интересно потому что это новая порода птиц новая порода индюков на нашем дворе красные скорее всего 0 я же говорю если все-таки где-то он успел ее покрыть может соседский где-то там но на улице но там ее индюшок совсем маленький поэтому вероятность того что будет чистые красные маленькая я не видел чтобы он проявлял какую-то активность поэтому будем закладывать смотреть проверять мне например больше всего интересно какой оплот будет с белой широко белой широкогрудой индюшки ну конечно голубая тоже на голубая там должно быть все нормально вообще не знаю там миф или не миф я не проверял как это проверить принципе это можно проверить говорят что индюк покрывает индюшку и один раз на 10 яиц этого достаточно я не знаю принципе они всего лишь два раза спаривались за всю яйцекладку там когда индюшка выносит 20 яиц она практически всегда садится на яйца ну если кстати ей у нее нету гнезда или нету подходящего гнезда то она не сядет на яйцо будет нести снести снести очень очень долго это с моих личных наблюдений поэтому зачем они спариваются много раз не ради удовольствия это точно не знаю есть сомнения мне по этому поводу приз просто физически я не представляю как это происходит а так 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 будем закладывать инкубатор скорее всего у нас инкубатор будет новый я еще думаю 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 посмотрите все 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 вам покажу все расскажу сейчас пройдемте на улицу да у галашеек все окей все отлично все хорошо растем не подняла по часам даже месяца и мне туда в месяц хочу их взвесить и прикинуть вообще как оно что оно и вообще по весу по таблице сравнить еще раз напомню это третье поколение от галашеек кроссовских которые были выведены с яйца с инкубаторной станции поэтому очень очень интересно какие результаты будут по весу мне кажется что они с каждым поколением становится все крупнее растут все лучше и лучше а там уже посмотрим что красавчик текст герой ты что вот у него люцерна люцерна в этом году я сушил и сушно сушил много пока что им предостаточно и до первой травы скорее всего хватит кролика моим люцерны она очень хорошо провялилась она не не обсыпалась вся много листиков в общем красота запах сумасшедший просто ну и в них в рационе практически каждый день вот такой вот хлебушек я его сушу в кладовочке ржаной он в основном и им скармливаю они хрумкают его по две булочки таких каждый день я им даю при большим аппетитом и в удовольствием они его едят капуста всегда тыква тыква через день но и в кормушке всегда ячмень комбикорм я не покупал а надо надо купить для молодняка скорее всего надо купить на как между руки не доходят с покажу его детей такие вот детки вот так они выгрызают этим булочки вот так они кабачок у нас едят тыквочку ну растут хорошо мне прям кажется что они такие круглые как декоративных это смесь двух пород калифорнийца и венский голубой вот такой вот смесь дает они я сомневаюсь что они особо будут крупнее чем родители потому что и венский и калифорнийки они принципе большим весом не отличаются они отличаются хорошим иммунитетом хорошая плодовитостью у них масса преимуществ но как такого прям такого чтобы не весом сверхъестественным каким-то показателем и по мясу такого у них нету но мне нравится что хорошие у них иммунитет лишь говорю и очень хорошо они плодятся крольчихи практически постоянно в охоте нету проблем с тем что крольчиха не в охоте как вас ну многих остальных кроликов часто такое бывает поэтому для развода для новичков это то что надо калифорнийцев ну естественно мы делаем весной им прививки вот эти которые от геморрагички от миксоматоза поэтому в этот сезон прошел без без потерь у меня было много молодняка которые покупал который сам разводил но все было хорошо один год у меня были такие проблемы с кроликами что я вот даже вспоминать не хочу это было уже давно кстати пометил 3 числа это девчуля у нас была покрыта кроликом ну по аппетиту и под ее бочкам могу сделать ее ту вивод могу сделать вывод что скорее всего она сукрольна и поведение у меня такое интересное все время она мостит вот себе здесь в уголке сена сегодня у нас девятнадцатая кстати всех с праздником всех с крещением у нас на лимане проходят там купания я к сожалению по своему здоровью не могу принимать участие в таких мероприятиях и ни разу не принимал но люди говорят что даже те кто болеют выздоравливают исцеляется не знаю не в моем положении рисковать и испытывать судьбу я смотрю что сегодня у нас 19 3 числа но принципе есть еще куча времени я ищу будку сюда поставлю это еще рано потому что опытные крольчихи они понимают для чего я ставлю домик да также калифорника который только что показывал а вот таким если поставить то половину она сгрызает этого домика хотя ну вот вы видите вот это не так едят хотя по кормлению по рациону у них все всего предостаточно кроме того что да веток у них нету ну извиняйте я им принципе и летом не особо ветки акации ну где-то там когда на огороде убираешь там и когда подрезаешь деревья когда какие-то там вишня разрастается выбирают а да да целенаправленно я им в этом сезоне даже акацию и не резал посадку не ходил они особо без охоты едят и и ко всему кролик привыкает и трудно его приучить к чему-то новому вот с детства если не приучил но потом проблематично можно но надо будет затратить какой-то период времени ну вот кабакам к тыквам я их привык приучил сначала не без охоты ели но потом когда распробовали это первое на что они бросаются это самый лучший деликатес ну если честно я когда им нарезаю топориком то такие кусочки рублю им то два раза укусить тоже могу но он сладкий он просто такой ароматный и сладкий что это очень вкусно жена делает оладушки всякие вертуты мама делает тоже ну это витамины это это наше здоровье и это натур продукт который выращены на нашем огороде без всякой химии без малейшей очень много было влаги и не повырастали в этом сезоне очень большие наши уточки греются на солнышке уже пройдусь наверное по всем покажу вам всех давно я не делал такие обзоры хозяйства скором времени я уже уже бы это сделал бы но чуть-чуть еще по времени и хочу пересадить этих уток туда в курятник теплый чтобы они начали нести я нести яйца инкубационное яйцо пока себе я собирать не буду а возможно и соберу какой-то десяток два хотя бы оплот проверю ну если их туда переселю поверьте мне что с оплодом есть яйценоскости проблем не будет и не хочу уже заняться реализацией инкубационного яйца потому что погода позволяет а тут вот этот период когда ты продаешь ей яйца он как бы такой нестабильный и непредсказуемый казалось бы в этот январь у меня просто весь забит я полностью записан инкубационным яйцом куриным причем много людей скинули полную предоплату и я им должен яйца высылать вот январь февраль март апрель май это уже идет на спад идет на спад цыплята ну куриные яйца на заказ идут на спад и утки по заказу инкубационного яйца и все остальные как бы парадоксально это не звучало но больше у нас уже ближе к зиме крайней весне люди заказывают яйца мои проблем слизации яйца тоже как бы нету май и июнь еще но уже не так активно то ли народ уже немножечко наедается этими всеми цыплятами утятами индюшатами каждому свое говорю заказы тоже есть но вот прям нету такого ажиотажа как в зимние месяца начиная с января в этом году уже с декабря поэтому поэтому так очень красивый здоровый селезень я же говорил где-то в месяц назад я его взвешивал было в нем 6 800 6 6 900 6 880 вот так где-то хочу его взвесить сейчас еще раз мне кажется что он прибавил в любом случае еще какой-то килограмм он очень упитанный красивый гребна радоваться 10 10 килограмм нету скорее всего даже и 8 нету я не знаю это надо кормить и доводскими кормами и не чтоб корм был у них постоянно в кормушке начиная со старта и заканчивая кормить их заводскими кормами плюс всякие витамины много чего есть на самом деле как-то с одним моим знакомым обсуждали это какой-то перечень всяких витаминов пробиотиков люди пичкают в птицу я этим не занимаюсь и заниматься не буду потому что основное предназначение нашей птицы это обеспечивать мясом и яйцами нашу семью у меня две дочечки маленькие у меня мама папа теща тесть у меня брат поэтому поэтому хочется хочется домашнего натурального а все излишки которые у меня есть я продаю то что касается яиц тоже чтобы отбить корма заработать там особо не получается я как-то вам говорил видео что сниму финансовый отчет за 2021 год у меня все записано я по этому поводу не переживаю как соберусь все выпишу мне надо будет на бумажку выписать с телефона у меня есть программа где записываю все доходы расходы полностью с комментариями и полностью все в деталях я вам расскажу там я так просматривал много таких нелепых покупок которые я не знаю зачем я их делал тех же петухов прошлом году накупил там непонятно зачем несколько таких ну в общем там все будет иногда сам в шоке потом сидишь и думаешь зачем если я по поводу этих индюков даже не сомневался и даже белых широкогрудых и даже не переживал что я буду задумываться о том что не надо их покупать или там не надо было их покупать и они меня отблагодарили через несколько недель уже яйцами я же говорю надо будет только проверить оплот то есть такие покупки которые вообще вызывают очень много вопросов поэтому это видео будет любом случае эти белые индюшки здесь тоже кабака натер на терку перемешал с дробленкой они здесь сидят его очень интересные зима у нас не холодная здесь все забито пленкой каких сквозняков ничего нет здесь комфортно принципе там еще павлин павлин у нас прячется один хвост фух зашел здесь теплее в общем буду я заканчивать наверное наше видео юрловская вот такая курочка красивая кстати брама занеслась уже и вот это и все вот эти помеси брамы занеслись я вам скажу что они несут довольно таки крупное яйцо это не яйцо но холодную она еще не снеслась не буду ее тревожить поэтому поэтому молодцы эти корочки не ожидал я прям хоть они долго думали долго созревали но результат очень хорошие яйца крупные не такие мелкие как убраны буду я заканчивать наверное наш обзор кур я вам показывал недавно карцер показывал утят показывал единственное что хочу сказать есть у нас еще одни жители нашем хозяйстве совершенно новые для меня я их только познаю разознаю мы с ними знакомимся знакомство это проходит принципе довольно таки нормально без каких-то особых конфликтов поэтому несколько чуть попозже я покажу вам обязательно и расскажу откуда они у меня появились зачем они у меня появились в каких целях но животные очень интересные на самом деле они у меня уже долго но я их вам ни разу не показывал пишите в комментариях как вы думаете как вы считаете кто это будет интересно кто-то угадает или 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 же нет что что еще что еще уточек я своих этих выпустил молоднячок посылку я сегодня еще одну собрал посылка посылки я практически через день собираю а так в принципе все все по старому куры несутся ох вот этот петушок уже и он со всеми бегает я его выпустил а к тем курам кстати те куры ламан браун которые не несутся они я каждый день захожу вечером в ожидании это говорится яйца ну что мало гнезд ну пустые куча гнезд ну зачем вот это лезть на голову это индюшки ну яиц нету яиц нету нету и в который раз я убеждаю не знаю как то не могу я найти общий язык с этими кроссами если вы помните я можете сообщество выложу видео где у меня были про похожие не сушки прошлом году или пару лет назад не помню по моему два года назад и такая же история была ничего хорошего с этого не получилось хотя я говорю рацион я им уже даже комбикорм купил вот этот который дают на птицефабриках уже и бмвд в дробленку подмешивал ну рацион у них такое что я ж не знаю даже а яиц нету в общем в общем в общем я же говорю если не будет в ближайшее время яиц то не знаю что-то будет принимать меры какие-то кардинальные а так 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 камера уже скоро выключится все всем спасибо за просмотр подпишитесь на канал поставьте лайк всем пока пока и до новых встреч на просторах ютуба еще раз всех с праздником